ФБК нашел у полпреда Путина на Дальнем Востоке дом за 2 миллиарда рублей. Вот очень хорошо. ФБК молодцы. Фонд борьбы с коррупцией Навальный. Они делают огромную работу, уникальную работу. Вот представляете, Мишустин там этому, не Путин позвонил этому Дегтяреву, а Мишустин. Путин же не знает. Песков заявил, что они его там не ставят в курс дела. То есть, дедушка-то дурак, совсем выжил из ума. Они его не ставят в курс дела по поводу Хабаровска. Мишустин занимается. Он миллиард двести пообещал. Миллиард двести. Такие большие деньги. Вот у этого Трутнева только один домик 2 миллиарда стоит. Только домик. Что, он все деньги, что ли, туда вложил? Конечно, нет. Он даже, я уверен, и десятую часть своих денег туда не вложил. Представляете, какие деньги они там воруют. То есть, за 2 миллиарда у него там дом, а они там на весь Хабаровск. Ну, 1 и 3. Ну, пожалуйста, вам. Гуляй, рванина, да? Помните, как и в этом. Ну, там только не рванина, а как один мужик двух генералов прокормировал. Гуляй, мужичина. Там было. И Нарусова рассказал о состоянии сенатора Александрова. Тот болеет коронавирусом. Говорят, все, коронавирус, будьте бдительны. И прочее, прочее. То есть, непонятно. У них коронавирус прошел, а в то же время не прошел. И в то же время они понимают, что сейчас, когда начнется рубка, нужно будет вводить карантинные мероприятия. Для чего? Для того, чтобы как-то остудить народ, да, загнать его в стойло. То есть, и в то же время загонять в стойло они не могут, потому что, если даже у них получится, экономика рухнет, народ выйдет, еще сильнее их вынесет. То есть, Цукцванг. Ничего сделать нельзя. Любой ход ухудшает их положение. Вообще, Цукцванг – это второе имя Путина. Он всегда делает так, чтобы он не сделал, это все ухудшит. И все хуже, хуже, хуже. И все в жопе. Все, что сделано приличного в России, сделано не благодаря Путину, а вопреки. Вопреки Путину. Понимаете, это удивительно совершенно. Продолжение следует...